Очередной игровой день наш, концовка недели, подытожили двумя матчами трудовую неделю. Отличная работа была, отличный эмоциональный настрой у ребят был на этой неделе, поэтому мы уже подходим в более лучшем состоянии физическом. На этой неделе именно к этим играм подошли, хотя и в первом матче, и во втором матче, конечно, в концовочке немножко было видно, что темп игры упал относительно нашей двигательной активности. Но в целом я очень доволен, в какой пропорции прогрессирующей идем. То есть в каждом матче мы уже все больше и больше длительное время проявляем активную двигательную активность. Понятно, что еще у нас есть время для того, чтобы довести наше оптимальное функциональное состояние, скажем так, до стопроцентного. Поэтому очень важно с этой точки зрения было и сработать и на результат, и еще раз говорю, эту трудовую неделю таким образом подытожить, чтобы увидеть улучшение в нашей игре. И в плане результата, и в плане взаимодействия на футбольном поле, и что у нас в принципе и получилось. В первом матче ребята отлично также себя проявили. Были даже и дебютанты у нас, к сожалению, некоторые ребята выпали из-за болезней простудных. И, к сожалению, приходится констатировать то, что приходится в какой-то степени выкручиваться из этой ситуации. Хорошо, что у нас есть молодежный состав и хорошая коммуникация с тренерами молодежного состава. И мы так оперативно с Дмитрием Дмитриевичем решили этот вопрос. И у нас дебютировал Александров, Михаил. И он в принципе отлично сработал, забил гол даже. В целом молодежь тоже порадовала. И в первом матче Белшина, которая ставит задачу возвращения в высшую лигу. Команда, которая вышла с первых минут. Но я даже по именам знаю ребят, которые достаточно большое количество провели в высшей лиге. И мы на фоне этой команды очень хорошо смотрелись. И по двигательной, еще раз говорю, активности, и по созданию голевых ситуаций. Поэтому и в первом матче, и во втором, еще раз хочу сказать, отметить, что ребята порадовали. Во втором матче я скажу так, что со Славей был такой накал, уже приближенный к официальной игре. Это чувствовалось, да. И даже мы, и тренерский штаб, и ребята эмоционально хорошо настроились. И действительно, Славя достаточно эмоциональная, агрессивная команда. И матч получился такой приближенный к официальному матчу. Это радует то, что получив такой заряд положительной энергии в таком матче, в плотности игры, в прессинге, одна и вторая команда также преуспела. И здесь мы добились победы уже на последней минуте, вырвали эту победу. Достаточно много хороших моментов было. Дебютировал Павел Милешин, 60 минут провел на футбольном поле. На сегодняшний день его готовность примерно на это время. У нас еще есть время довести его состояние до оптимального. Но в целом, еще раз говорю, при тактической расстановке 4-4-2 в первом тайме очень агрессивно мы действовали. Как в прессинге, так и в работе с мячом при доставке мяча к воротам соперника. Большинство ребят порадовали. Кто-то выглядит уже подготовленным играть и 90 минут. Кто-то еще немножко не дотягивает до этого. Но это все рабочие моменты. Мы рады, что сегодня добились в первую очередь победы и прогресс в двигательной нашей активности. Уже больше 70 минут мы хороший темп игры держали. Что в первом матче, что во втором. Вот это, наверное, самый главный итог сегодняшнего игрового дня. В любом случае, команда наша всегда настроена на то, чтобы добиваться победы. Да, безусловно, мы для этого и выходим на футбольное поле. Было бы в амбициозной команде что-то по-другому, если бы не было таких амбициозных футболистов, которые есть у нас. У нас и молодежь амбициозная, и ребята, которые стали чемпионами страны, еще раз говорю, и в прошлом году в главной команде, и в молодежной команде. Поэтому ребята стремятся выигрывать, и они все для этого делают. И, конечно, когда счет стал 1-1, здесь вот уже пошла такая открытая игра, обоюдоострая, то есть встречные быстрые атаки. И у нас моменты, и у Слави были моменты опасные, вхождение в штрафную. И здесь вот Володя Хвощинский в отличной быстрой атаке сработал на завершение, но не повезло, попал в перекладину. Но в концовке Илья Черняк отлично исполнил этот момент. Поэтому стремление добиться победы даже в контрольно-учебной игре, это стоит дорогого. И то, что ребята нацелены все-таки вырывать такие матчи, пускай даже уже на финальной стадии, на финальном флажке, это говорит о том, что у них ментальность победителя. Это тоже очень важно. Я уверен, что у каждого из молодых ребят, которые сегодня работают с главной командой, есть шанс быть и в главной команде, и быть в стартовом составе. Абсолютно одинаково отношусь, и ребята постоянно об этом слышат, к возрасту футболистов. Поэтому, если есть только соответствие тренировочному процессу, требованиям главного тренера, тренерского штаба, плюс ребята соблюдают и выполняют командные принципы, которые мы, скажем так, доводим до команды. Если выполнение этих командных принципов, то, безусловно, Василий Чернявский может заслуживать играть и в стартовом составе правым защитником. Трофим Мельниченко может выходить в пару к нападающим, к тому же Павлу Милешину или Володе Хвощинскому. Никаких сомнений. Любого я не буду сейчас перечислять всех. Ребят, еще раз говорю, каждый из них имеет возможность, проявляя свои лучшие качества, быть в главной команде, быть в обойме и выходить в стартовом составе. Поэтому у каждого есть шанс, и вопрос только состоит в том, насколько они его используют. Я бы сказал о том, что еще не завершена селекция команды, да, понятно, что есть еще позиции, которые нам хотелось бы заполучить качественное усиление в этих позициях. Это и левый защитник также остается, это и игрок середины поля еще, нам один бы не помешал, да, хорошего уровня. Скажу так, более зрелый не молодой футболист, молодые у нас и так ребята хорошие, которые могут, безусловно, и мы на них также рассчитываем. Но хотим еще для конкуренции, конечно, и более зрелого футболиста заполучить в эту зону. Поэтому 2-3 футболиста, если у нас еще появится, закрытие трансферного окна зимнего, да, я думаю, что это будет хорошо. В целом, я еще раз говорю, я доволен нынешним состоянием команды и по двигательной активности, и по селекции той, которая у нас идет. И плюс, еще раз говорю, молодежь очень приличный уровень показывает, и это радует. Владислав Калинин проходит уже послеоперационный курс реабилитации, то есть это выглядит следующим образом. Он уже занимается индивидуально с тренерами по физподготовке, да, но в центрах, в центрах, да, не с нашими, а в центрах. То есть как только он уже окрепнет его колено с точки зрения мышечного тонуса, конечно, он уже тогда добавится к нам, в наш тренировочный лагерь, к нашим тренерам по физподготовке, которые начнут уже целенаправленно его вводить в общую группу. Как только Влад будет готов, мы будем рады его видеть, и, конечно же, хотелось бы, чтобы он побыстрее вернулся в строй. То же самое касается и Романа Бегунова, который получил повреждения на первой тренировке на Могилевском турнире, Могилев Кап. Вот также мы ждем его возвращения в строй. Что касается Павла Ситько, то Павел, да, у нас проходит определенный курс лечения, да, и он, наверное, завершится, я думаю, что к концу февраля. Поэтому ждем его в начале марта уже в общую группу в тренировочный процесс. Продолжение следует...